В поисках лучшей жизни. Тысячи украинцев отправляются за границу за длинной гривной. Зачастую оказываются в трудовом или сексуальном рабстве. А затем, сумев тем или иным образом вырваться из этого плена, молчат. И в Капкан попадают новые жертвы. Здравствуйте, я Игорь Белышев, а это Территория возможностей. Рабство звучит как нечто устаревшее и сейчас уже неактуальное. А на самом деле проблема существует. Существует в таких объемах, о которых многие из нас даже не подозревают. Принудительный труд, сексуальная эксплуатация, торговля органами – все это есть и сегодня. Причем заложниками этих и других видов торговли людьми украинцы становятся не только за рубежом, но и в нашей стране. Татьяна Глебова попыталась узнать, каким образом попадают в рабство чаще всего и почему это происходит. Рабовладельческий строй 21 века. Ежегодно тысячи украинцев становятся невольниками в чужой стране. Вернуться удается единицам. Таких, как Алексей, в Украине сотни, а то и тысячи. Безработный отец двоих детей. Не жизнь, а вечные скитания от одной подработки к другой. Лицо прячет из-за чувства стыда. Говорит, стесняется положение, в котором оказался. Мужчина долго искал хоть какую-то работу и, наконец-то, нашел. Видел объявление, агентство отправляют в Польшу на заработки, завод какой-то серьезный. Созвонился, договорился. Выложив агенту по трудоустройству кругленькую сумму, Алексей получил вакансию. Работа в Польше фасовщиком на заводе. Приехал на место, якобы указанное. Искать начал это место работы. А его, оказывается, не существует. Выхода не было, и мужчина остался в чужой стране. Устроился рабочим на поле. На ферме небольшая группа людей обрабатывала земли. Пололи сорняки, собирали урожай. По словам мужчины, он не из тех, кто боится тяжелого физического труда. Но те условия, в которые их поставил работодатель, выдержать было нереально. Условия были реально жесткие. Я понял, что я просто-напросто не выдержу долго на этой работе. Буквально уже через неделю я пошел к начальнику. Так и так, давайте. Ну, короче, я увольняюсь. За отказ продолжать работать Алексея перед всеми показательно избили. А чтобы у остальных не возникало желания уйти, работодатель поступил просто. Применил физические угрозы. Это все вылилось в то, что над нами просто поставили человечка с автоматом. Он на нас, короче, в определенные моменты наставлял дуло, если там кто-то что-то пытался какие-то заворушения устраивать. Алексею повезло, и он успел выбраться из трудового рабства. Дошел до ближайшего отделения полиции, где ему помогли. Согласно исследованию, которое провели социологи Independent Researching Group, принудительные работы являются вторым по количеству жертв видом рабства после сексуальной эксплуатации. Но самое страшное, что попасть в трудовое рабство, возможно, даже внутри страны. Обычно этому подвержены люди, загнанные в тяжелые жизненные обстоятельства. Те люди, которые ищут работу, находятся в сложных жизненных обстоятельствах. И вот это уязвимое положение позволяет вот такие вещи делать. По данным Международной организации, 93% пострадавших в 2016 году стали жертвами именно трудового рабства. 5% случаев – это сексуальная эксплуатация, и еще меньше – торговля органами. Примечательно, что большая часть жертв, а именно 60% – это мужчины. Наши граждане, как не получилось здесь, после работают дальше. Поэтому они попадают в эксплуатацию. Мужчины, почему не принято говорить, они едут зарабатывать деньги, содержать семью. Скажите, какой мужчина будет рассказывать, как мне плохо, что я поехал, у меня здесь проблемы, нужно сделать операцию ребенку, содержать семью. По этим причинам людям сложно рассказать об этой проблеме и обратиться за помощью. Кроме того, единственное, на что может рассчитывать человек – это получение статуса пострадавшего от торговли людьми. Это гарантирует одноразовую выплату денежной компенсации от государства в размере одного прожиточного минимума. 1 января 2017 года наше правительство поднимает выплату потерпевшим от торговли людьми. К сожалению, на сегодняшний момент это составляет в размере одной минимальной заработной платы, один прожиточный минимум. С 1 января это будет три прожиточных минимума. В 2017 году это будет 5300 гривен. Но специалисты считают, что в этом есть определенный прогресс, говорящий о том, что государство признает данную проблему. 4,5. Для человека, который соглашается работать за еду, это просто безмерная сумма. Плюс они могут воспользоваться помощью психолога, юридическую помощь они могут получить. Как говорила Антонина Петровна, будут внесены изменения в законодательство. Они не прописаны отдельной категории в центрах наданя вторинной правовой допомоги. Вот сейчас как бы вносят изменения. Еще одна проблема. Довести дело до логического конца в суде не такая уж и простая задача. Подобная деятельность попадает под статью 149 Уголовного кодекса Украины «Торговля людьми» или другое незаконное соглашение относительно человека. Торговля людьми очень тяжело доказуема. Зачастую в судах ее переквалифицируют. В случае с Алексеем суд переквалифицировал преступление в мошенничество. Фирма предоставила ему информацию, едь туда, тебя ждут на таком-то предприятии. Он приехал, там этого нет. Доказать, что это элемент вербовки, это уже часть 149 статьи, сложнее, поскольку он подписывал документы, которые не читал перед подписью, где черным по белому написано договор о предоставлении информационных услуг. Люди, как правило, стараются искать работу через агентство по трудоустройству. Но и они не всегда могут застраховать от беды. Бывают разные виды мошенничества на самых разных этапах оформления документов. В первую очередь, многие такие агентства требуют полную предоплату. Советуем присмотреться к таким агентствам, потому что для начального этапа оформления документов не требуется полная сумма. Агентства по трудоустройству оформляют все документы, подбирают вакансию и отправляют уже конкретно на работу. Большинство таких агентств напрямую сотрудничают с фирмами в Польше, которые предлагают работу. Многие из них отправляют на работу и сотрудничают с фирмами, которые нелегально записаны в Польше. И могут вас обдурить, предоставить вакансию, не та, которая оговаривалась, с худшими условиями, с низкой заработной платой и могут по факту трудоустройства вас просто отослать на другую работу. Еще одна тропинка, которая может привести в трудовое рабство – отказ подписывать контракт. Есть даже на официальных работах многие работодатели, они дают выбор, так сказать, официально вас устроить или нет. Но я советую, конечно же, и официально устраиваться, поскольку у вас будет поддержка власти, той же польской. Вы сможете в любой момент, если вас натурили, обратиться в полицию и уже конкретно разбираться по этому вопросу. А если вы устроены неофициально, вы ничего не сможете доказать. Обычно агент забывает о своем клиенте после того, как получает от него деньги. Естественно, в такой ситуации рассчитывать на легальную работу за границей смысла нет. Это подтверждают и данные всеукраинской статистики. Эта статистика давали нам мартом на 2016 год. Выехало 80 тысяч граждан Украины на работу в Польше. Из них только 140 граждан выехало по контрактам. То есть это о чем говорит? О нелегальной трудовой миграции. В Запорожской области с состоянием на ноябрь 2016 года зафиксировано 5 случаев, когда люди попадали в так называемое рабство. Из 5 человек, будем так говорить, один еще в работе, без статуса, только одна девушка, которая пострадала от сексуальной эксплуатации. 4 у нас все-таки трудовая эксплуатация. Я обращаю ваше внимание, 3 из 4 это эксплуатация внутри Украины. Они не выезжали за рубеж, они эксплуатировали здесь. Причем один парень, он эксплуатировался на территории Запорожской области. От проблемы торговли людьми не застрахован никто. Важно быть внимательным и не терять бдительность, несмотря ни на что. Ведь люди, которые стоят за подобными преступлениями, далеко не глупые. Вербовщики очень хорошие психологи. Знаете, есть такое понятие продажа скрытой потребности экономической. Но когда крем покупаем, нам не крем продают, не продукт, нам продают красоту. Нам продают молодость, красоту и все такое прочее. Вот вербовщик обещает то, что человек даже сам не понимает, что он хочет. Согласно тому же социологическому исследованию, решить проблему торговли людьми можно, усилив работу правоохранительных органов, повысив уровень жизни населения и увеличив количество рабочих мест. Соглашаясь на ту или иную работу, мы покупаем эмоцию. Например, светлое будущее, красивую жизнь. Чтобы ваши ожидания оправдались, не дайте себя обмануть. Итак, торговля людьми. Именно об этом мы говорим сегодня с нашими экспертами. Это Аската Шурбеков, социолог, соучредитель компании АРЖ, член Социологической Ассоциации Украины. Здравствуйте. Марина Бедюк, руководитель Международного кадрового агентства «Стефания». Антонина Шостак, адвокат, председатель правозащитной организации «Гида Запорожья». Татьяна Глебова, журналист, автор сюжета, который мы только что с вами посмотрели. И Ирина Кураченко, психолог, директор Запорожского областного центра социально-психологической помощи. Итак, торговля людьми. Не застрахованными себя от этого среди запорожцев чувствует 45%. Практически каждый второй. Аскат, ваш центр проводил это социсследование. Насколько открыто вообще люди говорят об этой проблеме? Ну, тема торговли людьми, она достаточно очень специфическая. И неудивительно, что вот была приведена статистика реальных случаев торговли людьми, где было больше трудовой торговли, чем сексуальной эксплуатации. И вообще распространённость явления. И вот наших результатов. Люди достаточно не понимают про торговлю людьми и не всегда готовы открыто об этом говорить. Но всё-таки мы проводим такие исследования среди всех жителей города и области, чтобы прозондировать, понять, насколько явление вообще в общественном сознании представлено. Я хочу сказать, что помимо того, что 45% не застрахованы, а точно застрахованы только 25%, каждый четвёртый чувствует себя в безопасности от этой проблемы. Мы сейчас наблюдаем очень специфический феномен. Мы проводим эти исследования в динамике, и в прошлом году проводили аналогичные исследования. И тогда показатели были, что застрахован был каждый второй. И здесь мы должны понимать две очень явные тенденции. С одной стороны, проблема обостряется, проблема актуализируется. С другой стороны, та работа, которую ведут и общественные организации, и психологи, и правоохранительные органы по информационной и простильской работе вокруг этой проблемы, то есть они начинают показывать людям, что вот это относится к торговлю людьми, вот эти случаи относятся к торговлю людьми. Люди начинают больше осознавать степень проблемы, начинают понимать, что в той или иной ситуации они могли быть подвержены этой проблеме. И они понимают, что среди их друзей и знакомых также есть жертвы, которые пострадали от этой проблемы. Я думаю, что вот как раз социология фиксирует вот эти сдвиги социальные в общественном сознании. Я считаю, что это сдвиги достаточно положительные, потому что чем больше люди будут понимать о опасностях, о сложностях проблемы, тем больше они будут знать, куда им стоит обратиться, тем больше они будут, скажем, вести себя более осознанно и не поддаваться на те риски, о которых говорили и в сюжете, о которых будут, наверное, говорить эксперты. То есть можно считать, что это, в принципе, положительная динамика, позитивная. Марина, вы как руководитель кадрового агентства, вы насколько часто сталкиваетесь с такими случаями, либо слышали о них? Я скажу очень непопулярную вещь, а может и популярную, не знаю. Очень много причин есть того, что происходит. А первая причина – это та, что виновата само государство. То есть наше волшебное правительство решило облегчить работу бизнеса и отменило проверки. На фоне этого махровым цветом расцвело мошенничество во всех сферах деятельности. Ну, как бы я буду говорить про свою. Контракты, дозвелы, так называемые. Я могу, ну, немножко, не совсем профессиональные ответы на интервью. Дозвелы на працию, потому что с Польшей у нас нет контрактов первые полгода. Это дозвел на работу. Контракты они подписывают через полгода после пребывания в Польше. Или карту побута получают, или воеводский контракт. Вот тогда они подписывают какие-то документы. Этот дозвел сейчас можно купить у дальнобойщиков, можно купить у домохозяек, можно купить в турфирмах, в гаражах. Вот я проезжала недавно по Космическому району, гараж стоит, на нем написано трудоустройство за рубежом, дешевое, дешево, под ключ. Ну, их на самом деле очень много. На каждой остановке, на каждом столбе можно найти такое объявление. Да, водитель говорит, что оттуда стартуют. Да, оттуда стартуют. Это черные так называемые дозвелы. Что это такое? Вот люди, у которых производили опрос, они об этом даже не догадываются. Наши дельцы украинские в Польше зарегистрировали множество предприятий. На этом основании они получают дозвелы на працу, не подкрепленные ничем, вакансиями не подкрепленные. Они могли бы подкреплять их вакансии. Ну, как говорят мои дети, а зачем заморачиваться? Это профессиональный труд, это проблемная работа, скажем так. Это нужно отвечать за людей. А продать дозвелы – это гораздо проще. И вот эти дозвелы вот в этих подвалах, в этих гаражах и даже в турфирмах продают. И говорят людям так. Мы вам сначала сделаем документы, а потом, когда вы откроете визу, вы получите работу. Это незаконно. Дозвел должен соответствовать вакансии. Вот тогда работодатель отвечает за свою работу. Так как наше правительство с этим не борется, никаких проверок не существует, поляки приняли закон, который должен войти в силу. Ну, говорили с 1 января, я думаю, к весне он в силу войдет. Ты не сможешь. Вот и сейчас, понимаете, они проводили, поляки занялись этим вопросом, они начали проводить проверки в Польше. И если фирма получила, допустим, 100 дозвелов, а никто не платит налоги, не платит, я понимаю, что 100% не может быть, потому что кто-то заболел, кто-то не доехал, кто-то получил отказ, у кого-то нет денег даже на дорогу. Но 80% люди должны платить налоги, и эти фирмы заносятся в черный список. К сожалению, не в визовых центрах, а заносятся на границе. Поэтому, когда ко мне обращаются люди массово, потому что они покупают за 2 копейки в гаражах этот дозвел, а потом приходят к Марине Ильиничне, помогите. Я по-своему боролась с этой ситуацией, я их не обслуживала. Я говорю, идите в прокуратуру. Они говорят, там нас не принимают, это масонская ложа. Я говорю, идите в милицию, собирайтесь. Я не могу вам продавать работу, зная, что вы можете не пройти границу. Поэтому люди или не проходили границу, а если проходили, попадая между проверками польскими, то сварщики могли оказаться на клубничке. Вот то, о чем говорил этот сюжет. Сейчас поляки сделали так, что ты имеешь право поменять работу, но ты должен, как при советской власти, 2 недели отработать. Это не говорит о том, что они должны заменить, подобрать, какого-то у нас желающих много. Но ты должен сняться с налогового учета там, где тебе дали дозвел, и стать на новый налоговый учет. Но если это фирма левая, и полученный дозвел, уже фирмы не существует. Где он будет сниматься, и как он будет ставиться, ему надо будет в отеле прожить 2 недели. Поэтому я надеюсь на то, что благодаря полякам это немножечко нормализуется потихоньку. Люди экономят. Вторая причина – это то, что поднялся курс доллара-евра. То есть даже если услуги упала цена в два раза, то все равно поднялась она в цене из-за поднятия курса. И есть еще одна неприятная причина. Наше правительство пропагандирует так называемый безвиз, но оно не рассказывает людям. То есть все его ждут. Но никто не проводит объяснение, подготовку людей к тому, что это не коснется работы за рубежом. То есть даже... Буквально неделю мы здесь в этой студии в такой программе обсуждали этот вопрос. Даже министр иностранных дел Климпкин дошел до того, что когда была забастовка в Луцке, она была из-за того, что еще существует коррупция в визовых центрах, невозможно записаться без того, чтобы заплатить фирмам, которые имеют квоты от посольств. Они устроили там сбор, зваруха такая была. Климпкин сказал, а что вы здесь собрали? Скоро будет безвизовый въезд. Вы все туда поедете. Вы понимаете, люди не обращаются в профессиональные фирмы, потому что все ждут мифического безвиза. Да, это как манна небесная, все на нее надеются, но никто не понимает. Ну и коррупция тоже причина. Люди, которые получили... Допустим, есть часть людей, которые получают напрямую дозвилы от родственников, которые работают в Польше, или выходят напрямую на нормальные польские фирмы. Они получают дозвилы, но попасть в визовые центры они не могут, потому что они... Рычагов нет. То есть уже полтора года я борюсь с коррупцией визовых центрах, я дошла до посла, до вице-консула, до еврочиновников. Я подняла всех, ну, кто только может этот вопрос. Но они делают вид, что они не понимают. А у меня есть доказательства, что они завязаны по этой схеме. Понимаете, у меня есть доказательства на большой судебный процесс. Ну, так как наша страна сейчас находится... Но это все... Понимаете, кажется, такое впечатление создается, что поляков укусил вампир, и они тоже стали коррупционерами, попав в нашу страну. Они хорошо учатся у нас. Вы говорите конкретно о работе за границей. Я согласна с вами. Мы всегда, когда едем за границу, мы покупаем кота в мешке. Но тут нужно очень хорошо и правильно проверять информацию. Вот страшно то, что это происходит внутри страны. Даже вот когда я готовила этот сюжет, мне сказали, что конкретно в Запорожской области из пяти случаев только один случай. Это при выезде за границей. Вот как искать работу нам здесь, вот у нас, никуда не уезжая, и не попасть в такие ситуации? Первая причина, это та же, которая, это общая причина, отсутствие проверок. Второе, даже лицензии не дают гарантии, потому что их покупают, поверьте мне, их покупают. Я считаю, что у нас город, хотя и 800 тысяч, но он не такой уже большой, как кажется на первый взгляд. Обращайтесь в фирмы, которые давно не на съемных офисах, которые давно работают на рынке, и по рекомендациям людей, которые уже от этих фирм устроились в том же Запорожье. А смотрите, вот если это действительно сезонные работы, у нас такой аграрный край, скажем так, и много полей, много пахотных земель, их нужно кому-то обрабатывать. Это как устраивать этих людей? Их тоже нужно устраивать на три месяца. Их же просто приехали в центр города, посадили в машину, отвезли, забрали. Это же никто не платит налоги. Потом просто они там отпахали, извините, с 4 утра до 4 вечера, им там дали по 200 гривен, и идите, ребята. Как здесь проконтролировать? А у людей выбора нет. Они живут в селе, им работать больше негде. Они поехали утром либо на черешню, либо поехали собирать лук. С ними вот, юристы даже скажут, с ними должны были какое-то временное соглашение. И опять это отсутствие... Трудовой договор какой-то. Конечно, обязательно. Три месяца это трудовой, это даже внутри страны. Опять-таки, это если бы у нас не было... Вот начиная от ЖЭКов, кончая прокуратуру, это масоны. Они шифруются, они меняют место расположения, они меняют адреса явки и цифры, которые они выдают, какие-то знаки, по ним невозможно дозвониться. Это масонские ложи. Антонина, вот вы как адвокат, что вы посоветите в такой ситуации? Я хочу сказать, вы знаете, Марина очень точно подметила, я благодарю за то, что она сделала уточнение относительно специфики трудового законодательства Польши, так как она с этим работает. Но самое главное, население нашей страны отчасти мотивирует мошенников, преступников, да, как можно, скажем так, завершать различные формы преступлений. То есть с ленаидностью, незнанием получается? Не только незнанием закона. Если я не плачу налоги, я всегда должна быть готова к тому, что гарантии защиты моих прав, согласно ЗОТО, не будет. Правильно. То есть если это сезонная работа. Сезонная работа – это трудовое соглашение, которое заключается, подпадает под гражданско-правовые отношения, 15% подоходного, ЕСВ, военный сбор. Соответственно, ни работодателю не выгодно, ни работнику не выгодно. То есть многие соглашаются на такие условия, чтобы там заработать какие-то 100 гривен больше. Конечно. И мы с вами прекрасно понимаем, что зарплата в конвертах была, есть, ну и, наверное, к сожалению, в ближайшее время будет. Даже на пятом канале Украины. То, что касается сложности. Хочу сказать, в чем еще специфика данной категории преступлений. Они сложно доказуемы. Марина говорит, что есть доказательства. Я уверена, что эти доказательства есть и у правоохранительных органов. В большинстве случаев, если мы говорим о преступлениях, которые совершены за пределами территории Украины, есть сложность именно в том, чтобы эти доказательства задокументировать. Задокументировать, то есть запротоколировать. То есть в силу того, что большая часть, особенно трудовой эксплуатации, шляется на территории России. Международное право включается. Здесь есть определенные сложности в работе правоохранительных органов. То, что касается на территории Украины, то здесь есть такая вот тонкая грань между спецификой преступлений. Например, если мы берем сексуальную эксплуатацию. То есть в большинстве случаев правоохранительные органы квалифицируют действия. То есть когда воспользовался уязвимым состоянием лица, то есть девушки под видом чего-то предлагают поехать куда-то. Моделью официанткой. Да, моделью официанткой. В дальнейшем она попадает в сексуальное рабство. Но в суде, когда дело заходит в суд, то есть в чем разница между потерпевшими и обвиняемыми? Обвиняемые – это преступники, которые получают сумасшедшие суммы денег. Третий – по прибыльности бизнес в мире. То есть у них есть возможность взять профессиональных адвокатов. У них есть возможность, вы понимаете, дать взятку. Мы будем говорить, сегодня у нас день борьбы с коррупцией, поэтому я хочу сказать, что, к сожалению, взятки даются. То есть есть возможность подкупить свидетелей, то есть тех реальных людей, которые могут подтвердить и тоже могут дать свидетельские показания. А у потерпевших, кроме того, что им даже государство не обеспечивает адвоката, есть только их проблема. Все эти годы категорию потерпевших, которые на территории Украины, адвокатов финансировала Международная организация миграции. То есть у меня лично подписан контракт о представительстве интересов потерпевших по данной категории преступлений, и я не имею права вести обвиняемых. То есть у меня подписано соглашение, что по данной категории я работаю только с потерпевшими. Но это, опять же, поддержка международных институций. А внутри страны ничего не делается? Нет. Поэтому, когда мы приходим в суд, и когда, вы понимаете, приходят обвиняемые и начинают рассказывать, начинается допрос потерпевших. Первое, что я хочу сказать, это непрофессионализм в большинстве случаев работников судов. Потому что допрос потерпевшей и от сексуального насилия, и от трудовой эксплуатации нужно проводить очень корректно, для того, чтобы психологически не загнать этого потерпевшего, который в дальнейшем вообще не может ответить ни на один вопрос. А если допрос ведет профессиональный адвокат, то, соответственно, потерпевший дает уже неправильные ответы. Кроме этого... Скажите, что мы вынуждены ходить с психологом. Да, кроме этого, потерпевший, например, в тех процессах, которые я представляла интересы, я просила присутствовать психологов. В уголовном законодательстве Украины нет. Статус психолога не предусмотрен как участника процесса. То есть он может быть привлечен как специалист, как свидетель чего-либо, но он не может участвовать. То есть, соответственно, в большинстве случаев, когда это закрытое судебное заседание, то, что касается сексуального насилия, это всегда закрытое судебное заседание, потому что речь идет об интимной жизни. И тогда даже психолог не может попасть у меня в судебное заседание для того, чтобы только своим присутствием поддерживать ту или иную потерпевшую. В большинстве случаев, конечно, речь идет о девушках, которая, видя перед собой хотя бы лицо, которая помогала, кому она рассказывала. Естественно, у человека серьезная психологическая травма. Кроме того, я скажу, что на момент расследования, на стадии досудебного расследования, в тех вот делах, в которых я принимал участие, потерпевшие вообще были без адвоката. То есть, соответственно, вы прекрасно понимаете, что я никаким образом не хочу сказать о некомпетентности следователей, которые проводят досудебное расследование, но здесь нужно быть очень корректными, потому что травма, они получают ее повторно во время допроса. Когда их допросывают мужчины-следователи, не женщины-следователи, а мужчины-следователи, когда задаются конкретные вопросы, и когда лицо рассказывает об определенных действиях, то есть оно должно полностью исповедаться, рассказать правдивую информацию. В большинстве случаев вы же понимаете открытие материала, то есть обвиняемый имеет право знакомиться, соответственно, вся эта информация в дальнейшем при допросе обрабатывается адвокатом. Адвокат уже профессионально задает вопросы, видя, например, какие-то моменты. А человек заново переживает эту трагедию. Кроме этого, вы же понимаете, еще хочу сказать, то есть даже если удается в судебном заседании доказать, что девушка якобы знала, что она едет заниматься проституцией, вопрос заключается в том, что, да, согласно нашего законодательства, это уголовно наказуемо, но та же проститутка, которая едет работать и заниматься проституткой, едет, ей говорят о конкретных условиях работы. То есть, да, это плохо, но она человек, она личность, и она имеет право работать. Те условия, которые предусматривают. Когда девочки, приехавшие сюда, то дело, которое мы ввели, вот Ирина Евгеньевна, они сопровождались под руководством центра и непосредственно Ирины Евгеньевны, говорили о том, что публичные дома, куда они попали в Россию, и крышевали работники правоохранительных органов, и там были так называемые субботники. То есть, когда... Вы понимаете, что приехав сюда, вообще известная практика, к сожалению. Да, говоря об этих фактах, и когда наши следователи пытались сделать какие-либо запросы ФСБ, вы прекрасно понимаете, что никакой информации, подтверждения они получить не могут. Поэтому здесь вот именно скрытость, то, о чем говорили, говорят социологи, скрыто. То есть, действительно, нам очень сложно выявлять это. Кстати, давайте вот о психологическом моменте поговорим, Ирина. Насколько сложно вообще работать? И вообще вот тема рабства, она вечная с точки зрения психологии? Ну, к сожалению, я подтвержу, да, слова Антонины Петровны в том, что это прибыльный бизнес, и он останется прибыльным. И это очень, скажем, такой бизнес, который, ну, разрастается, и имеет такую масштабы, да. Чтобы вы понимали, если мы говорим о международном рабстве, то в определенной, допустим, в нашей стране есть вербовщик, есть тот, кто перевозчик, так называемый, да, перевозит пострадавшего, жертву через границы, есть тот, кто получатель этого товара. То есть это целая, ну, организация, организованная совершенно с определенными функциями, ролями системы. Да, то есть она функционирует, и у каждого отведенные свои роли, и так далее, и тому подобное. Я несколько хотела сказать моментов вот о психологии. Очень много мы говорим о том, что пострадавших много мужчин. Почему так происходит? Ну, несколько лет назад был пример в одном из городов Запорожской области, когда огромное количество мужчин, как это происходило, вот вы говорите, да, вот на улице встречались, даже не офис. То есть встретимся у фонаря, и мы вам расскажем, покажем, расскажем, куда ехать. И это не один человек. Эффект такой заражения, стоит толпа, и опять же я, простите за сленг, каждый мужчина думает, ну что, я лох, да? Ну, то есть, ну, я же не хочу там казаться, я понимаю, меня никто не обведет, не обманет. То есть я разберусь с ситуацией, я мужчина, я сильный. То есть не уточняет какие-то детали, не задает там лишних вопросов. То есть я поеду, я все смогу. В результате, где оказались наши мужчины? Наши мужчины оказались в красной зоне в Ираке. Это было строительство, но до коттеджа, до строительства, до работы, но быстро вот те обещания, которые были вначале, они иссякли. И в конце концов, людям приходилось пить техническую воду, жара, нужно понимать, отсутствие заработной платы, вообще никакой опасность. Ну, то есть я не думаю, чтобы кто-то, даже находясь в уязвимой ситуации и сильно нуждающийся в деньгах, чтобы он поехал на такие условия. Поэтому вот определенный тоже момент психологический, и иногда вербовщики, вот как сказано было тоже в сюжете, очень тонкие психологи, они знают, они находят. Еще один пример, о котором говорила Антонина Петровна, это было, зная ситуацию клиентке, которая рассказывала, вот я купила, у меня есть кредиты, я взяла, купила оборудование, мне что-то надо делать, проценты растут и так далее. Знакомая знакомых, сидя с ней за одним столом на дне рождения, говорит, я тебе помогу. То есть такой Санта-Клаус появляется в нужное время, говорит, я тебе помогу, проблемы решаются, три месяца едешь работать гувернанткой. Но никто не обещает там модели, никто не говорит там, это, знаете, лучшие такие варианты, более реалистичные. Нет, гувернанткой. Когда она приезжает, мы говорим это о России, о стране, то вот только она переступает, спускается по ступенькам поезда, и ее сразу встречают. Садят в автомобиль, она уже не может не сделать ни одного шага, звонка и так далее. То есть ее передают из рук в руки. Это такие бывают варианты. Бывают варианты, когда люди задолжали, как вы говорите, да, им покупают, делают документы, покупают разрешения, и все, то есть оказывают услугу, и они становятся уже должны, еще не начав работать. И эти потом включаются счетчики, проценты растут, и очень сложно из этого выбраться. И вот как говорила Антонина Петровна, то есть вот эти случаи мы иногда, может быть, тоже что-то нарушаем для того, чтобы спасти человека, спасти людей. Потому что вот ту клиентку, о которой я говорила, просто поехали наши правоохранительные органы, поехали лично, и просто ее вытащили из лап преступников. Так получилось. Вот Асхат, а сколько у нас вообще, как бы, вот таких людей, которые, как сказала Ирина, считают, что я не лох, я уверен, что со мной этого не случится никогда. Напомните вот социологию. Ну, социология говорит, что таких 25%. То есть каждый четвертый. Бословно, они, конечно, не в таком высказании, они просто не боятся, что пострадают от проблемы торговыми людьми. Я думаю, понимаете, проблема, это достаточно очень сложно. Она переплетена и с сложной экономической ситуацией в стране, и с определенным как правым нигилизмом, так и определенным таким, скажем, не знаю, житейским, что ли, нигилизмом. Потому что ситуация в стране ухудшается, и мы должны понимать, что люди будут где-то искать работу, где-то пытаться будут заработать на жизнь, на свою и на своих близких. Значит, они будут больше заинтересованы выехать работать. Это не только в Польше. В Польше легко отследить, допустим, то, что происходит в России. В России уже никто не ездит по контрактам, это единица только. Это неконтролируемая вообще миграция трудовая. Там вообще уже никаких у них прав нет. То есть мы должны понимать, что много государств, при этом, что оно как бы не может обеспечить достойный социальный уровень жизни, оно не дает никаких сдерживающих факторов в плане просветительской работы, в плане усиления каких-то мероприятий информационных. Потому что мы должны понимать, социология показывает, что уязвимые группы, там, это мужчины в среднем возрасте, там, где они стоят на центре занятости, они имеют в какой-то группе риска, значит, нужно среди них проводить какую-то информационную работу. Но каких-то государственных программ масштабных на сегодняшний день, к сожалению, наверное, нет, которые могли бы компенсировать. Ну, вот, кстати, по этому поводу вопросов, какие вообще права имеют эти люди, которые попали в рабство, нелегально уехали, работали, вот, есть ли... На самом деле, я хочу сказать, что законодательство Украины, на мой взгляд, довольно-таки современное. И у нас есть закон про протидеи торгивали людьми. То есть закон достаточно новый. Хочу сказать, что министерство социальной политики... которые будут рекомендованы Верховной Радой для внесения в другие законы, в том числе касающиеся и трудового законодательства, то, что говорит Марина, над этим блоком работает для того, чтобы ужесточить выдачу лицензий, то есть, как бы, определенным предприятиям разрешений, то есть для того, чтобы действительно уже с точки зрения государства, да, на государственном уровне регулировать данный вопрос. То есть, конечно, большая часть функций по просветительской работе возложена на общественные организации, на международные организации, которые проводят просветительскую работу на территории Украины. Да, но получается, что наше государство потом просто платит людям за их личные ошибки. Ну, можно так сказать. Можно так сказать. Ну, вот, если на примере Польши, я могу сказать, когда человек работает легально, у меня вот, ну, за последние, наверное, 5-7 лет был случай, когда на мясокомбинате с поставщиками были какие-то проблемы, и временно не было поставки курей. То есть, люди, ну, простаивали. Не работали. И, естественно, не получили аванс. Они только намекнули хозяину о том, что пойдут в... Есть организация, которая контролирует вот этот процесс. Они только намекнули, он выдал им своего кармана зарплату, а потом уже пришла партия мяса, как бы. Ну, а насчет лохов я хочу еще продолжить эту тему. Количество лохов в нашей жизни можно посчитать, проанализировав результаты выборов. То есть, есть и такое мнение. Я сейчас начала немножко разтрагивать политику, но меня очень сильно расстраивает один факт. Вот все разговоры сводятся к тому, что вот попадает человек в рабство за границей. Я уже говорила, и мне хочется акцентировать на этом внимание, о том, что не обязательно куда-то уезжать для того, чтобы вляпаться, извините, в какие-то неприятности. Это происходит здесь, вокруг нас. И вот конкретно, что делать человеку, если уже так произошло? Потому что у нас люди поставлены в такие условия, что даже, ну, вы понимаете, какие люди ездят на эти поля. Он сегодня вышел, завтра он отметил, и сегодня он уже не вышел. Поэтому что делать? Это нужно как-то организовывать рабочие места или проводить какую-то профилактическую работу. Потому что тоже по поводу ситуации, что мужчины не заявляют об этом. Обычно у нас как к этому в стране относятся? Не заплатили? Ну, значит, прокидали меня. Значит, к этому я больше не пойду, пойду к другому. Люди не знают, что им делать, и люди не знают, могут ли им помочь, и куда им с этим идти. Вот так сказать, кстати, вы проводили социсследование, опять же, вот какой выход из этой ситуации ведут люди? Ну, люди ведут в первую очередь, они возлагают надежду на правоохранительные органы. То есть они считают, что усиление работы правоохранительных органов сможет их каким-то образом обезопасить. Естественно, все возлагают надежды на повышение социального уровня жизни и увеличение количества рабочих мест. Но мы должны с вами понять, у нас менталитет такой, что мы, в принципе, к труду относимся очень специфически. Из-за дефицита рабочих мест любые условия, которые не соответствуют даже каким-то нормальным, мы их принимаем, потому что мы знаем, что конкуренция за это даже худшее рабочее место достаточно высокая. И вот это как раз впорождает, что мы не знаем, какие у нас права у человека, который работает, на что он претендует, как он может себя вести с работодателем. Поэтому все, что предлагает работодатель, что не нарушает ему его честь, грубо говоря, то он тогда воспринимает это как нормально. Хотя с точки зрения международных каких-то норм это является нарушением вообще достоинства человека. И это может претендовать даже на торговлю людьми. Кстати, там о Европе, о Западе. Давайте будем подводить итоги нашей программы, потому что мы уже, к сожалению, ограничены во времени. Вот такой вот негативный опыт. Это он свойственен только Украине, либо же странам постсоветского Союза, либо же такие примеры есть в Европе, на Западе, в Америке. И как там с этим борются? Можно? Да, конечно. Значит, к сожалению или к счастью, у нас все взаимосвязано. И вот эти вот ситуации, которые мы сейчас обговариваем, связаны с экономикой, как мы думаем. Но вот экономика связана с политикой. Поэтому это круговорот. То есть все зависит от того, какая политическая ситуация в стране. И, как говорится, рыба тоже с головы гниет, вот они с хвоста. Поэтому в странах, где без злат, там и все вот так вот падает. И в экономике, и в криминале, и во всем остальном. Поэтому говорить только, что виновата полиция, ну, это очень сложно. То есть это цепочка. Это комплексная проблема. Я хочу сказать, что проблема торговли людьми есть не только в Украине, она есть в каждой стране. То есть если посмотреть статистику, то это действительно ключевая проблема большинства стран. Не только, то есть как бы постсоветского пространства и Европы. Кроме того, хочу ответить быстренько на вопрос, касающийся внутренней эксплуатации. Самое главное нашим гражданам четко понимать, что если это трудовая эксплуатация, человека забрали паспорт, человеку не выплачивают зарплату, или не доплачивают, человека содержат, то есть не дают ему возможности выйти за пределы. То есть когда человек не может сам сказать, я у вас работать не буду. В данной ситуации гражданам Украины нужно обязательно обращаться в данной ситуации можно к общественным организациям, в правоохранительные органы и в Департамент социальной защиты. По нашему законодательству статус потерпевшего торговли людьми можно получить без правоохранительных органов, без открытия уголовного дела, если будет определено, что данное лицо действительно попадает под эксплуатацию. То есть для этого нужны четкие признаки. То есть с ними проводится собеседование, их опрашивают специалисты, то есть как говорилось и в сюжете, то есть с ними один раз их опрашивают, несколько специалистов для того, чтобы понять, есть ли там состав эксплуатации и можно ли дать статус. В данной ситуации, имея статус потерпевшего, человек имеет право на бесплатную психологическую, юридическую помощь, выплату, естественно, разового пособия. Главное не молчать, как говорится. Не молчать, конечно. Ирина, давайте подведите итоги. Буквально по 30 секунд каждому, Ирина, пожалуйста. Меня просто вот эти данные очень вдохновляют, данные, о которых сказал Аскад, что люди уже не настолько легкомысленно, как и раньше. И мне кажется, что это позволяет нам, дает надежду на то, что мы можем как-то ситуацию изменить к лучшему. Татьяна. Я думаю, что решить эту проблему можно только придав ей огласки. То есть это воспитание населения через надоня информации. Поэтому мне бы хотелось, чтобы мы продолжили эту тему. Поэтому следите за нашими анонсами. И на нашем телеканале выйдет еще программа, которая поднимет этот вопрос. И, собственно говоря, скажет, что делать дальше. Программа «Паутина». Программа «Журналистские исследования». Программа «Паутина» в ближайшее время. Да, Аскад, пожалуйста. Я думаю, что в кризисные моменты для государства, как раз гражданское общество на себя берет ту роль по спасению людей, по спасению самих себя. Я думаю, что организации общественного сектора, они будут как раз компенсировать недоработки государственной системы. И сами люди уже вынуждены в этих условиях сложных. Они будут более осознаны. Они будут более понимать, как себя вести, какие есть опасности. Но общественники им будут помогать в этом. Марин, ставьте точку. Ну, по своему профилю я скажу крылатую фразу. Европа нам поможет. Я рассчитываю на новые европейские законы. Спасибо большое. Спасибо, что были с нами. Я так думаю, что может, возможно, через какое-то время мы еще раз соберемся и узнаем в динамике, как меняется ситуация, что вообще происходит в этом вопросе в нашей стране. Возможностью заработать, обеспечить свою семью, своих детей, конечно же, не стоит пренебрегать. Однако перед этим неплохо было бы узнать, какую цену за благополучие придется заплатить вам самим. И будет ли оно это благополучие. Берегите себя. Это была территория возможностей. Я Игорь Белышев. Увидимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин